Подобное бывает и в отношениях человеческих. Как только познакомишься с человеком, первое время отношения с ним чисто деловые, какие-то общие дела, что-то просишь, о чём-то спрашиваешь, благодаришь, но если он стал твоим лучшим другом, то отношения уже не такие. Чтобы встретиться с ним, совершенно не нужна особая причина или случай. Встретиться можно и просто так, без особого дела. И от этого бывает очень хорошо. Не обязательно даже о чём-то говорить. Хорошо и просто так, побыть вместе. Хорошо от одного лишь общения с ним. Так и в отношении к Богу. Виденное Иоанном на небе, пред престолом, возводит нас от обращения к Нему, как к Спасителю, прощающему наши грехи. От обращения к Нему, как к помощнику, поспешивающему нам в наших делах. От благодарения Ему за Его дары, просто к похвале, поклонению, словословию Всевышнего. Здесь мы видим Бога в Его небесной красе и славе. Здесь Он просто Бог, приводящий нас в восторг. Здесь чистое созерцание и радость от общения с Ним. Здесь служение Ему не для чего-то, а потому что это Он. Он Сам, а не дары Его, приводит в небесный восторг, в дивную, неописуемую радость. Здесь даже нет слов, как бывает иногда на природе, в горах, например. Внезапно перед нами открывается такая дивная картина, что мы немеем, у нас нет слов. Это и есть неописуемый, несказанный восторг. В таком состоянии мы видим в Откровении Небесную Церковь, поклоняющуюся у престола Божия. Да сподобит Господь и нам вознестись на такую высоту богосозерцания, почитания и прославления, когда нам будет хорошо от одного общения с Богом, от ощущения тепла Его любви, от видения и созерцания Его славы и Его таинств. Так апостол Иоанн в 4 главе начинает описание основной второй картины апокалипсиса. Эта картина престола Божия будет названа нами картиной А. Дальше эта картина будет дополняться новыми образами, как бы разрастаться. О картинах апокалипсиса смотрим приложение 2. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Так, спаси Христос, сестра! Слава Христу! Я тут хочу дать небольшое пояснение, как появилось это толкование. Потому что больше никто не скажет. В моем доме начиналось это. Приехал в гости отец Геннадий Фаст, что не знает, он немец, менонит по природе. И он обратился к Богу в моем доме. Беседа наша закончилась где-то в полпятого утра. Он до этого был научный сотрудник, физик, математик Томскому университету. Преподаватель. Вот все у Бога вымерено как. В это время мы посещали баптистов. И сколько людей пришло. И вы одна там, Деврешат за его фамилию была, обратилась. И мы сказали, вы не уходите пока от баптистов. Они ходят, причащаются православные, найдутся новые души. Так и получилось. Когда отец Геннадий приехал, а он в это время у баптистов был руководитель молодежи. И она ему сказала, что есть православный, который знает Писание. Как православное Писание? Это несовместимо. Совместимо. И она его привела. И наша беседа, я не знаю, первая это или вторая встреча была. Как раз мы ремонтировали базу, где я работал. Я на лестнице, а он банку внизу держит, краску. Мне некогда рассуждать. Мы подрядились работать. Он это все записал. И вот, когда беседа закончилась, он задавал вопросы. Самые неотразимые, как он думал. Там о крещении, другое. И вдруг увидел, что ничего нету. Как он позже говорит, что у нас от знания, а у православных от Духа Святого. То, что они говорят. И вот он приехал как-то. Ну, видит, приезжают у меня с Академгородка люди. А уходя на работу на сутки, я им даю задание. Вот ты делай это, это. А он говорит, а мне работа какая. А у меня как раз появилась книга, краткое толкование откровения. Андрея Кисарисского, архиепископа. И еще что-то. Я говорю, надо подробности. Ну, нет, сколько я считаю, неудовлетворен. Как-то не по сегодняшнему. Устаревшие. Поминаются ереси, которых нету. А которые есть, их не затрагивают. И он у меня в доме начал. Он об этом везде говорит, когда мы считаем трехтомник. То издание Нового Завета, столкование блаженного феопилакта было у меня. Новозеландское там и американское какое. Ну, настолько неумное изданное. Ни главу не найдешь, ни стих. Притом места писания взяты на строковно-славянском языке. Вот это вся работа стояла перед нами. А чтобы издать весь Новый Завет одновременно с толкованием, этого не было. Не было две тысячи лет. Вот этот эпохальный прыжок, можем сказать, слово, был совершен на... В городе Барнауле, улица 2-я строительная, 62-16, барачечного типа. Вся комната, внутренний размер, где я... Было там 12,8 квадратных метра. Вот возьми. Три на четыре. И у меня могли 11 человек ночевать, и ни одного на полу не было. Это жи разбито. Вот такие вот палати называются. Ну, по-разному. Нары. Вот. И вот Господь это все рассказывает по памяти, как было. И он говорит, ну, а мне какая работа-то? Вот я ему и дал эту работу. Там другие люди были, другую. Но это оказалось самое продуктивное. Он уехал. Ну, еще раз говорю, толкования на откровение много. И в Англии, и немцы толковали. Эти переводы и в оригинале я знаю. И тоже не удовлетворен. И вот сейчас есть там где-то что-то, кто-то сказал современное, отрывками. Ничего подобного нет. Отец Геннадий Фаст это истина, рожденный свыше человек. И посмотрите, какой слог у него. Как он говорит, духовно, он вкуса вина не знает. Не то, что там папиросы какой-то. Как он обратился, в какое время у меня есть этот материал записанный на пленку. Тогда не было возможности, интернета еще не изобрели. И поэтому приходилось все начитывать. Начитывать, ну, чтобы понятно было, начитывать как это, что я насчитал, а потом с этого снимать копию. Так вот, когда он приготовил весь материал, а который сущий, то есть, который в Новом Завете слова написан в Откровении. Он красным, почерк ровный, не то, что там, как у меня там, курица лапой, говорит. И толкование уже другим. И он три года ушло у него на это. По всем святым отцам, какие были до него, он прошел. И экземпляр один у себя только остался у него, а их два было, а один у нас. Когда пришел, я глянул, посчитал, немедленно надо распространить, как. Ксероксы не изобрели, была возможность какая-то сделать, это, ну, нету никакой. Насчитать. Насчитать и размножить. А чтобы насчитать и размножить, это надо считать. Не одним голосом, а двумя. Сущие и толкование. Вот задача стояла. Сколько время это займет, начитка, не знаем. А у меня машины не отходят, а круглые сутки дежурит. Милиция тогда была. Органы КГБ меня в стесках держали. И все, кто у меня были, уезжали, всех обыскивали и отнимали многое. Ну, что делать? Я потихоньку выглянул на улицу и вижу, две машины стоят. Одна подальше, а другая в ветвях. Там рядом был магазин и временный пункт милиции. Ну, что делать? Если не насчитывать, остается один экземпляр. Начитывать время идет. Могут в это время нагрянуть. Давайте помолимся. Помолились и стали начитывать. У нас ушло на это, кажется, 24 часа. Три вторая суток. В два голоса. Мы насчитали. А теперь надо размножить. Вот, 24 часа, одна пленка. Ну, одна это все-таки одна. У меня была тон-студия. Я работал сторожем. Мне нигде советская власть не давала работы. Только во вневедомственной охране. Того района, где я живу. Чтобы все время быть на глазах. Советский строй был слабый-слабый. А одного человека. И они такие тиски зажимали. Ну, и вот дальше-то эпопея эта и разворачивается. Мы помолились и решили начитывать. Пенсия, пенсия. Зарплата у меня 72 рубля. А самый современный магнитопон, маяк, 205. 320 рублей. 75 это, ну, считай. 4 месяца минимум должен я. Не пить и не есть. Купить. А мне нужно 12 магнитопонов. Теперь умножи эту космическую. Умножь космическую цифру. Это все было сделано. За мой счет. Свободные три дня, которые я сутки дежурил, свободен. У меня ржавый велосипед. Инструмент на руле. Я еду по городу, где частный сектор. Глина перед домом, песок. В двери стучусь. Вам нужен печник? Да уже ищем, три недели не найдем. Приходят пьяницы. Я печник. А как мы узнаем? Ну, буду делать. Если вы сомневаетесь, платить не будете. Затопить и сами печь. Понимаешь, как с людьми. А одному делаешь, а которые искали с этого района, они стоят сзади, смотрят. А сколько делали? Да нам пришли там трое, кажется. И там целая неделя ушла. Я в день выкладывал две печи. От фундамента до трубы. Я профессионал. Прорабом работал. Но меня советская власть загнобила. Я ухожу, работаю, зарабатываю и все сто процентов отдаю на это дело. Одной кнопкой срываются все магнитофоны. Четыре дорожки. Если кто не знает, вон пленка лежит сзади запутанная. Там один залез не так давно ко мне в архивы. И весь двор опутали ими. И вот теперь надо начитывать. У меня воображение очень разное. Я представляю, какой голос должен быть. Как это читать будет. И так и получилось. Появляется человек, у которого то, что я хочу, в нем есть. И мы трое суток и сразу зарядили. Слушать. Одна дорожка туда, обратно. Потом кнопку пережмешь. Третья, первая, четвертая дорожка. Обратно. Потом снова вторая, третья. Вот она пленка. А начинается ракорд. Белая приклейка там. А дальше ракорд у нее красный. Значит туда, сюда, туда, сюда. Запомни. 4,7 сантиметра в секунду. Этот магнитофон позволяет скорость 19 сантиметров в секунду дать. И одновременно в одном направлении две дорожки пишет. Ну, бывает, другая маленько прослушивается. Это считай. В три раза больше. Да еще на два, шесть. Это, видимо, почти в восемь раз быстрее. Ну и зарядили одной кнопкой. Тут у меня 11, один запасной. Оригинал и 10 копий идет. А на чем писать? Указ был в магазине продавать только пять пленок. Пять. А я насчитал златоуста. 64 пленки нужно. А их пять только продают. Насчитал жития святых 12 томов. 40 катушек нужно. Катушки 375 метров. Восемь часов 20 минут. Математика. Слышите, какая точность? Ну и мы начали. Ну а там ферромагнитный слой. Как нет, тем быстро. А на комнате дышать нечем. Срочно был мастер наш. Он выставил окошко там и сделал вентилятор. А люди на улицу идут. Что это тут? У вас что тут завод какой-то работает? Что тут? Запах необычный. А он гудит у меня день и ночь. Мы переписываем. А те с Аким в это время там в Тюкале был. В Тобольске. Звонит как? Да на полу я. Это означает, я не ложусь спать месяцами. А как только заряжу, она идет в том направлении. Я на пол головой на кровать, вот как вы сидите, обопрусь. А когда они 12, это 11, 10 и 1, 11 магнитофонов кончается. И этот ракурт начинает чекать, потому что кончилось. А я просыпаюсь, дальше останавливаю, перезаряжаю кнопки, нажимаю, записываю какая. И это продолжалось несколько лет. Ни одной ошибки не было сделано. Ни одной. Мы обеспечили практически всю страну. Это было от Эстонии и до Дальнего Востока заходили. Приезжали люди. Полный комплект. Я могу немножко тут не точно сказать. Примерно 247 катушек надо было. Потому что были насчитаны и Библия, 11 катушек, архипелаг ГУЛАГ, 9 катушек, жития святых 40, полный Ян Златовуц, 12 томов, 60, 44. Ну вот все это складывается. И это надо было не в одном экземпляре. Полный, что переписать, это 247 катушек надо. А их только 5 давали. Но в других республиках было проще. Мы сказали, вы там попробуйте. Ко мне привозили отовсюду из Прибалки. Приехали, перевернулась машина. Ну всякие аварии были. И вот теперь, когда уже наступило время, наши люди пошли в магазины. 5 больше не положено. Я сказал, взятки не давать. Взятки ты сказал не давать, деньги-то. Люди сразу по-другому сделали. Приходят и говорят, а ты моя малина, да где ее наберешь? А я наберу, я знаю где. В тайге мы съездим. Ну мы дадим вам ведро. Вы нам дадите пленок? Разговоров нет, сметайте. И началось везде полный расклад. И мы точно так же выехали в Новосибирск. Вот который Гавриил, его отец был. Его звали Леонид Ильич. Ну Алеша его звали. И мы загрузили. У него с люлькой был мотоцикл. Вот люльку загрузить. И вот такой еще сверху и палатками. И когда мы подъезжаем к Барнаулу. И в это время дождь такой хрещет. Милисанец стоит. Куда едете? В Барнаулу. Откуда едете? С токанем городка. Мы, я златоуст насчитал. Нам нужны пленки. Он ничего не поймет. Ни златоуст, ни всего. Да поезжайте вы. Чтобы не распечатывать где-то есть. Мы нигде ни разу не солгали. Ко мне везли отовсюду. Вот такими штабелями все было. В Москве как-то было. Сейчас я могу не назвать где-то. Если бы показали все метро. Прямо рядом. Там жил наш Барнаульский один. Гореев Михаил Федорович. Богатырь такой. И он на такой машине работал. Ему разрешалось в любое время заезжать на Красную площадь. А что это? Поливальщик. Поливать-то надо. Ну и вот. Дальше-то эта картина-то и разворачивается. Сказали там. На Шаболовке. Ох. Помнил. Там магазин есть. И там продают. Ну мы зашли. Мы говорим. Сколько даете? А вам сколько надо? Ну там пленок 5-10. А мы. У нас ящики продавали допустим 70 катушек. А тут 150. Вот такие. Картонные. Мы говорим. А ящик столько? Что ящик? Ну если взять? Да куда же столько-то? Златоуст я говорю начитан. Идите к директору. Мы к директору зашли. Он видимо в них в это дело. Скажите. А вы мне Библию можете достать? Я говорю. Завтра будет на столе лежать. А что вам надо? Нам надо пленки. А сколько? Да сколько? Мы увидели сколько денег нету. И он нам тогдашними деньгами не меньше тысячи полторы в долг дал. Первый раз нас видит. И Библию ничего не... Это Божье дело. А он убедет. Когда погрузили уже. То я залезу в бочку туда. А там маленькая вода не вылитая. Вот так вот прещется. Вот так вот стоишь. Ну в цистерне в этой. Я вижу только крыши в Москве мелькают. Приехали разгружаемся. Разгружаемся ящик. Один, два. Но ящик-то машина. Соседи все видят. У кого остановились бояться. В то время брали. Что? Сколько? Что в них находится? А теперь когда везти грузить надо в поезд. И мы вереницы идут и идут люди. А обратно все выходят. Тут же сразу звонок и все. Я сразу им подарок какой-то даю. Там Евангелие или что-то. Проманецом-то. И обратно еду один. Разгружают. А теперь до дому донести. Я отнесу. Два ящика перед поставлю. Иду за следующими. Все снесу. Опять дальше по ящику. И туда. И до дома один доносил. Это все картина. Теперь когда было это насчитано. Мы стали распространять. Ну и конечно был оригинал спрятанный. Тут вскоре пройдет время. Меня начнут обыскивать. Арестуют. Один раз мы так вот. Мы до 12 работаем. А в 12 выходим похлупать половички. Выходим. А за нами следят. А мы не видим. Они в кустах стоят. А дверку-то открыли. А там прожектора. Железная дорога рядом-то. И все блеснуло. Что там машина есть. Я говорю домой. А сам на ту сторону. Выскочили там 2-3 молодца. И одни побежали туда. Другие с этой стороны. А рядом железная дорога. Грузовые поезда идут. Останавливаются. Красный свет туда-сюда. Дальше ограда. И там другое учреждение. А я здесь. Дома идут с той стороны. Через дорогу. И кусты идут. Я в кусты сел. На меня дрожь такая напала. Я сижу вот так вот. Еще не знаю. Все такое было. Прямо у меня лихорадка бьется. А они видимо отскочили. Туда бежали. И обратно идет. Ну видно ребята. Шурики такие. Под окнами стоят. И он меня увидел. Я сижу. Глянул. И пошел дальше. А я на корточках. И не арестовали в эту ночь. Пройдет время. Пока мы все создали. Это Бог сделал так. Они видимо ждали какие-то еще будут. Но ничего больше не было. Вот как это дело было. А когда мы стали в письменном виде сдавать вот это. А у него там Миндалев кажется фамилия его в городе одном. Какой-то редактор видимо. Они помогают отцу Геннадию. Ну они тоже там сразу. Какое вы имеете право трогать. Мы его тут первые напечатали. Первые они напечатали. А я на пленке. Я говорю. Прежде чем вы начали печатать. Мы его насчитывали. В моем доме это делал. Так что успокойтесь ребята. Я не посторонний. Вы за мной идете. Ну и они молкли. И вот когда было вот это вот издано. Трехтомник. Это за 2000 лет. Впервые. В одних корочках. С толкованием откровения. В книге-то 434 красностранисты занимают откровения. Он опровергает все секты какие есть. Он знает. И баптистов, и пятидесятников, и адвентистов седьмого дня. И все это отображено. Что считают здесь сегодня. И по милости Божией. Мы издали. Все к концу подходило. Задумали переиздать. А трудно с того чем. Бумажные комбинаты в стране закрыли. В миллионах кубометров с Российской Федерации опустошаются горы, холмы. В Китае везут миллионы кубометров. И они там издают. И они теперь не имеют никаких конкурентов. Издают так, как им кажется нужным. Такую цену назначают. И поэтому все очень дорого. Но мы переиздали его. И кто желает получить здесь, можете взять. Мы в последнее время, у меня 38 томов книг, а вот Новый Завет отдельно мы не выдавали. Только полным комплектом. А теперь мы отдельно можем дать. И даже у кого денег нет, даем. Чтобы приедете, дайте нам. Мы готовим переиздание к истинному православию. 480 страниц было, а сейчас будет 780. Сколько нового материала появилось в Войне Ценецкого, Луки. То есть нам очень и очень нужны средства. Нам никто не помогает. Мы за свой счет идем. Но есть люди, которые что-то жертвуют. Говорят, а можно десятину? Можно. На десятину мы вышли книги. Но книги эти нельзя вам не продавать, а только дарить священникам. Потому что десятина им предназначалась. А где торговля в храме, десятина не нужна. Ее нельзя давать там. Где содержание церкви, через десятую часть того, что имеете. Я вот коротко познакомил вас, как это все происходило. И после этого, когда от нас кто-то выходил, всех обыскивали. И, конечно, пленки попали им. А вот оригиналы, оригинал первый, насчитанный который, Ор-1 называется. С него я делаю Ор-2, чтобы тот что-то стирает. Это не то, что здесь один к одному. Дальше еще хуже будет. И надо спрятать. И у меня было примерно шесть тайничков. Схроны, как называют. Где-то стена. А стена такая пустотелая, шлаком засыпанная. Ну, я сделал так. Где висит у меня хлебница. Там пробил. И туда спрятал. Нашли в первый же день. Другое. Духовку я зарыл. В подполе была картошка. Я все убрал оттуда. Выкопал. Духовка. И сверху столько земли. Не нашли. Ну, и я туда не лезу. И пленки эти нужно дважды в год перекручивать, чтобы снять магнитное напряжение. А они там лежали 20 с лишним лет. Температура должна быть 16 градусов. А у меня еще закопаны были на улице. Температура 40 градусов мороза. И летом 30 с лишним. Что там было? И Бог сделал так. Тут у меня и взяли-то тысячи пленок. Так, что сохранилось и там. Но когда они, пленки были в КГБ, когда я был помилован первый раз в 80-м году из-под ареста. А они там их прослушивали. Они ставят с одной катушки на другую. У меня сделано было такое, они взяли. Нажмешь, и готово дело. Продолжение следует... Продолжение следует...